Владимир Васильевич, добрый день. Добрый день. Сейчас очень много говорится о том, что поступления частного бизнеса должны занимать больше удельный вес в доходной части бюджета. И для этого, наверное, нужно развивать малый и средний бизнес. И вот расскажите, налоговое законодательство Беларуси, оно способствует развитию частного бизнеса? Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сельской местности, в малых городских поселениях, они к ставкам единого налога, которые они уплачивают, по 15 видам деятельности, имеют понижающий коэффициент 0,5. Но в основном это производство мебели, оказание бытовых услуг, услуги в области животноводства, деревянной конструкции, 15 видов деятельности. То есть ставочка налога уменьшена в два раза к основной, которая предусмотрена по ставкам единого налога. Также на государственном уровне предусмотрены льготы для вновь начинающих деятельность индивидуальных предпринимателей по единому налогу. Это в первые три месяца, когда предприниматель нашел деятельность, ставка единого налога уменьшается на 25%. И для некоторой категории предпринимателей, это пенсионеры, многодетные инвалиды, ставка единого налога уменьшается на 20%. Если индивидуальный предприниматель имеет льготу по двум направлениям, и как вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель, и является, например, пенсионером, то в совокупности применяется 45% льготы. Мы не можем оставить в стороне вопрос, который сейчас обсуждается наиболее активно. Я говорю об изменении в декрет номер 3, который внесен Министерством труда. Расскажите, пожалуйста, что же изменилось? Предоставлено право местным советам депутатов или по их поручению местным исполнительным и распорядительным органам освобождать от уплаты сбора граждан в связи с нахождением трудной жизненной ситуации. Может возникнуть вопрос, что имеется под трудной жизненной ситуацией. Понимается объективное обстоятельство, совокупность обстоятельств, независящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющейся у него возможности. Также уточнен список тех граждан, кто должен платить сбор за неучастие в финансировании государственных расходов. Это граждане, которые состоят в списочном составе национальной сборной или сборной команды Республики Беларусь по видам спорта. Изменения эти действуют с 1 января 2015 года. Тем, кто проходит альтернативную воинскую службу, тоже не придется платить сборное финансирование государственных расходов. Изменения эти будут действовать с 1 июля 2016 года. Также с 1 января 2017 года родители, которые воспитывают детей до 7 лет, если раньше по старой норме им тоже предоставлялось право не участвовать в финансировании государственных расходов, то теперь они не будут платить сбор только в том случае, если их ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольного образования. Предусмотрено право граждан, если они считают, что извещение, которое человек получил, он имеет право не уплачивать сборное финансирование государственных расходов, то в течение 30 календарных дней после получения извещения на уплату гражданин имеет право обратиться в налоговый орган, представить необходимые документы. И что хочется особо отметить, не только документы, а представить или пояснения. Даже в каких-то аспектах налоговому органу будет достаточно пояснений от гражданина, которые будут приняты налоговым органом, рассматриваются налоговыми инспекциями в течение 30, соответственно, в месячный срок, и по ним выносится одно из решений. Это о подтверждении ранее врученного извещения, о внесении изменений в извещение или об аннулировании извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов. Спасибо большое, Владимир Васильевич, за то, что уделили время и так подробно ответили на мои вопросы. Я хочу, Марина, тоже высказать слова благодарности на то, что вы нашли время, и с этими актуальными вопросами пришли к нам, чтобы мы их осветили.